Добрый день, меня зовут Максим Чеботарев, я работаю в фонде развития интернет-инициатив. Я отвечаю за коммуникации с фондами ранних стадий, бизнес-ангелами и все соинвестиции, которые происходят вместе с фондом. Сегодня мы поговорим с вами про фонды ранних стадий, но перед тем, как это начать, безусловно, необходимо рассмотреть, на каких же стадиях бывают стартапы технологические, какие источники денег для этих стадий характерны и, собственно, что с этими деньгами впоследствии необходимо сделать, и как объяснить инвестору, почему вам нужно именно столько денег именно на этом этапе. Самый ранний этап, который есть у стартапа, это идея. В рамках идеи, безусловно, никакие внешние деньги в компанию привлечены быть не могут. Есть различные государственные структуры на федеральном уровне, на муниципальном уровне, которые инвестируют в технологические компании, точнее, дают им гранты. Но очень часто это деньги маленькие, и они не позволяют построить большую, успешную компанию. Те стадии, которые интересны фондам, те стадии, которые интересны бизнес-ангелам, это стадия Pre-Seed, Seed и Round-A. Чем характеризуется стадия Pre-Seed? Уже есть команда, уже есть продукт, возможно, есть уже какие-то первые продажи. И основной инвестор, конечно же, это не фонды, а в большей степени частные инвесторы и объединение частных инвесторов в небольшие инвестиционные сообщества. Вторая стадия – это Seed. На Seed уже есть устоявшаяся команда, есть достаточно неплохой продукт, есть первые продажи, есть первые идеи о тех каналах, в которых компания потенциально может масштабироваться. На этих стадиях в компании уже могут быть привлечены профессиональные деньги. Это деньги от суперангелов, это деньги от венчурных фондов, и это деньги от корпораций, которые действуют на данном рынке. И, наконец, самая интересная стадия для всех, и для венчурных фондов, и для бизнес-ангелов – это Round-A, когда уже компания достаточно большая, когда есть протестированные масштабированные каналы продаж, когда есть классная команда, и самое главное – есть план развития продукта на ближайшие полгода или год. Фонды ранних стадий разбиваются так же, как компании, по тем сегментам, на которых они действуют. Это Pre-Seed, Seed и Round-A. На Pre-Seed обычно это фонд, который собран из частных инвесторов, которые внесли в фонд определенную сумму денег, назначили управляющего фондом, и фонд инвестирует примерно до 3 миллионов рублей в одну компанию. Эти инвестиции необходимы для того, чтобы проверить первоначальную гипотезу, нужен ли вообще такой продукт, и есть ли самое главное для него клиент. Если компания вырастает, показывает, что она может продавать, то для нее открываются уже более профессиональные деньги. Это деньги на стадии Seed. Это когда в компанию инвестируется от 3 до 30 миллионов рублей. Очень часто это уже профессиональные венчурные фонды, у которых достаточно сложные процедуры. И самое главное отличие фондов на этой стадии от тех фондов, которые находятся на стадии Pre-Seed, это то, что эти деньги получить гораздо сложнее и гораздо дольше. Потому что если на стадии Pre-Seed группа ангелов или небольшие фонды дают деньги практически автоматически, и сделка закрывается от 2 недель до месяца даже в российской юрисдикции, то на более поздних стадиях Seed сделка может закрываться и 2, и 3 месяца, потому что фондам интересно увидеть много цифр, фондам интересно узнать очень глубоко компетенцию команды, и самое главное, аналитики должны проверить, есть ли перспектива у этого продукта с их точки зрения. И, наконец, самые серьезные, самые сложные, это фонды, которые действуют на раундах А. Эти фонды уже могут инвестировать в компанию до 60, иногда и до 100 миллионов рублей в одну сделку. Это достаточно сложные машины, за них достаточно большая конкуренция, потому что очереди стартапов, которые стоят в эти фонды, достаточно велика. Самое главное, что в этих фондах очень часто достаточно сложные процедуры, и срок закрытия сделки может достигать полугода. Поэтому, если вы собираетесь поднимать деньги на разных стадиях, чем более поздняя ваша стадия, тем раньше надо думать о том, где вы возьмете следующий раунд, для того, чтобы вырастить до какого-то следующего уровня продукта. И, например, на стадии Seed, если вы закрыли свою сделку, то вам уже в момент, когда произошло подписание документов, надо думать, а где же я возьму следующие деньги, для того, чтобы не было кассовых разрывов, и компания умерла. Мы поговорили про фонды, мы поговорили про компании, которые находятся на ранних стадиях, и все-таки, если опускаться до совсем простых истин, каким же образом формализуются те стадии, на которых компания находится. Что такое Pre-Seed? Pre-Seed — это уже не один человек, это команда, это может быть два человека. Один из них обязательно должен быть инженер. Должна быть минимально жизнеспособная версия продукта, так называемая MVP. И самое главное, и самое безопасное для инвестора, и что максимально привлекательно, если есть первый пользователь, и уже есть первые продажи. Важно отметить, что на стадии Pre-Seed это не обязательно должен быть финальный законченный продукт, который лучше, чем у любого другого игрока на рынке. Это может быть просто landing page, у которого есть первые подписчики, и они принесли вам уже первые деньги, то это для инвестора очень здорово. Что такое Seed? Это есть команда, команда уже не два человека, это обычно от двух до двадцати человек, которые находятся в компании, есть достаточно неплохой продукт и протестированы продажи. И раунда, то, что любят все инвесторы. Есть команда, есть продукт, есть планы развития на год, есть протестированная модель, но самый главный вопрос, который всегда возникает у инвесторов, это готова ли команда управленческая вырастить компанию до миллиардной компании, и есть ли у нее для этого достаточной компетенции. И это на самом деле один из тех вопросов, которые инвесторы на этой стадии, безусловно, проверяют. На российском рынке действует порядка нескольких десятков активных фондов, которые смотрят на технологические стартапы на совсем разных стадиях. И, безусловно, если у вас появилась ваша первая компания, которая уже до чего-то доросла, совершенно не стоит идти во все венчурные фонды, и необходимо проделать определенную домашнюю работу. Самое главное — это понять, в какие компании, в какие сегменты рынка инвестирует именно этот фонд на ранних стадиях. Кто является лицом в этом фонде, кто принимает решения. Потому что очень часто бесполезно писать на почту или искать людей в социальных сетях, потому что поток информации, он потрясающий. И любой фонд, который находится на рынке, в день в среднем получает от 20 до 100 заявок от новых стартапов, которые есть на рынке. И, соответственно, вам необходимо найти того человека, который вас приведет в фонд. Потому что венчурный рынок — это рынок, который работает на доверии, который работает на связях. И если вы хотите, чтобы вашу компанию посмотрели, чтобы с вами встретились, и вы получили какую-то обратную связь, нужно искать людей, которые потенциально в этот фонд могут вас привезти. Также очень важно смотреть, а какие компании находятся в портфеле у фонда. Если у фонда есть в портфеле компания, которая является вашим прямым конкурентом, то, скорее всего, вам даже не стоит терять время на этот фонд. Все, что вы можете сделать, это попытаться назначить встречу и узнать какие-то новые данные об этом конкуренте. Но, скорее всего, инвестировать в фонд в вас не будет. Он может потратить ваше время, он может просить у вас разные данные. Но при этом это маловероятно, что приведет к инвестициям. Также очень важно обращать внимание, а давно ли фонд инвестировал в последний раз. Потому что у венчурного фонда есть определенный срок жизни. Он 4 года инвестирует в компании, 2 года доинвестирует уже в предыдущие компании и 2 года выходит из компании. Если фонд находится на заключающей стадии своей жизни, то, скорее всего, денег он вам не даст. Но при этом люди, которые работают в фонде, безусловно, с вами встретятся, будут просить данные, потому что им интересно быть в рынке, интересно, что с ним происходит. Но для вас это будет потеря времени, потому что это также не приведет к получению денег. Важно понимать, что пишет про фонд в интернете, какая у него репутация. И самое главное, насколько быстро и качественно он закрывает сделки. Ну, соответственно, вы все узнали о фонде, кто инвестирует, кто принимает решения, давно ли были сделки. Теперь вопрос, что нужно для того, чтобы пойти в фонд? На самом деле, не очень много. Нужно всего лишь 2 года документа. Первый документ – это ваша финансовая модель. То есть, ваше прогнозирование, как вы будете зарабатывать и тратить деньги, и в какие моменты могут возникнуть разрывы, для покрытия которых и как раз необходимы венчурные инвестиции и для разработки новых продуктов. А второе – это так называемый pitch deck, то есть презентация компании, которая бы очень хорошо описывала, чем занимается компания, кто в ней работает, на какие сегменты целится компания и какие-то основные метрики. Ну и плюс, когда вы уже пришли на встречу с фондом, мы думаем, что у вас есть уже 2 этих документа, необходимо очень четко знать свой бизнес. Очень четко знать когорты, по которым вы продаете, понимать, кто ваш основной клиент, какие каналы вы используете и как они могут масштабироваться. И для любого фонда на встрече, помимо цифр, очень важно понимать 4 вещи. Первое – это продукт. В чем заключается ваш продукт? Второе – это целевая аудитория. Для какой аудитории вы делаете то, что вы делаете, и нужно ли это аудитории? Третье – это команда. Достаточно ли у команды компетенции для того, чтобы этот продукт построить? Очень много стартапов на рынке, в которых нет ни одного технологического инженера. Соответственно, всегда возникает вопрос, а кто будет разрабатывать продукт? И четвертое – это наличие у команды стратегии и видения, каким образом, пусть из маленькой компании, пусть с десятками разворота стратегии, но построить миллиардную корпорацию. Соответственно, заключение. Почему отказывают венчурные фонды? Первое и самое основное – это, наверное, 90% отказов, которые происходят от фондов венчурных стадий. Первое – это то, что к ним приходят команды, у которых нет минимального жизнеспособного продукта, который можно было бы потестировать и попытаться продавать пользователям. Второе – это то, что стартап не попадает в фокус фонда, то есть или не та стадия инвестиций, или же не та стадия жизнедеятельности фонда, или же не тот сегмент рынков, в который фонд потенциально может инвестировать. Третья основная причина – это несовпадение в видении о том, каким образом компания должна развиваться. Например, предприниматель хочет делать один продукт, а аналитики фонда, инвестиционные менеджеры видят, что должен быть совсем другой продукт. Соответственно, команда и фонд не договариваются, и сделки не происходят. Ну и четвертое из основных – это то, что не договорились по цене. Любой фонд, любой бизнес-ангел хочет, чтобы компания стоила максимально дешево за достаточно адекватную долю. Никто никогда не хочет забирать контроль, никто не хочет принимать решения за предпринимателя. Предприниматель всегда старается продать компанию максимально дорого и отдать минимальную долю. И всегда с фондами или другими инвесторами происходят переговоры, и предприниматель и фонд могут не договориться, потому что просто не сошлись по цене. Ну и, наконец, есть миллион других причин, почему сделка может не состояться, и их, наверное, невозможно перечислить все. Но настойчивость, выбор правильного целевого сегмента и тех фондов ранних стадий, куда вы хотите пойти, и хорошее понимание бизнеса, которым занимается и будет заниматься ваша компания, всегда приводит к успеху в инвестициях. Ну и, наконец, если вы пошли к правильному фонду, вы понимаете тот бизнес, который делает ваша компания, у вас классная команда, и вы договорились по оценке, то, безусловно, это приведет к инвестициям и дальнейшему росту компании.